МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Николай Валуев станет ведущим программы «Спокойной ночи, малыши». Фотографии из студии в компании с Каркушей и Степашкой боксера-депутат разместил в своем инстаграме. Но вопрос, зачем, в эфире одного из телеканалов Валуев заявил, чтобы дети чаще видели. Первый выпуск уже в августе. Интересно, как долго он продержится в этом качестве. И это не единственная новость, достойная вашего внимания. Вы смотрите ТСН. Итоги в студии Роман Явныч. Здравствуйте. В начале главной темы выпуска. Звонкой пеленой наполнил небо. Как долгожданный дождь изменил жизнь столицы области? Бензиновые реки повышают качество. Евро-4 уже вне закона. Чем и почем будем заправляться? Тюмень – это не нефть, а вода. Зачем областному центру переходить на подземные источники водоснабжения, узнаем у гостя программы. Газон за 15 миллионов. ФК «Тюмень» приглашает болельщиков на гастроли. Сколько продлятся работы по замене поля? Под надоевшая тюменцам жара сегодня сменилась ливнями. Объявленное штормовое предупреждение подтвердили продолжительные дожди, которые добавили работы коммунальщикам. И если в районах, где есть ливневая канализация, огромные лужи долго не задерживаются, то там, где ее нет, настоящий потоп. Только в центральном округе воду затопленных улиц в течение дня откачивали 8 спецмашин. И такая ситуация возникает каждый раз, когда на город опускается более-менее сильный дождь. Когда Тюмень перестанет топить, узнавала Александра Сосновская. На Казачьих лугах, как, впрочем, и на многих других городских улицах, сегодня без резиновых сапог делать нечего. Тюмень накрыли ливневые дожди. И жители по традиции начали снимать видео и заливать их в интернет. И, конечно, сопровождать комментариями, когда же в Тюмени вода будет уходить с городских улиц и станет суше. Она вроде бы есть, но ее как бы нет. Протяженность закрытой ливневой канализации в Тюмени 145 километров. Систему ежегодно доращивают, но на лесобазе до сих пор дело труба. Это каждый раз, как дождь идет, машины просто проплывают. Все тонет. Не успевает вода. Конечно, ругаются недовольные. Посмотрите. И вот вода вот здесь вот течет. Вот, видимо, поэтому и ступени провалились там перед входом. Таких мокрых пятен на карте много. Чарково, Ватутино, Зелинского. Что говорить, даже в центре города нет ливневки. Регулярно топит перекресток Максима Горького и 50 лет октября. Только в центральном округе 52 вот таких проблемных места. Здесь откачки водой занимаются подрядчики и ответственные за эти административные округа. Но есть еще дворы. Вниз вода тоже скапливается, но это уже зона ответственности управляющих компаний. Именно они должны следить за порядком на своей территории. Почку минут 30 накачиваешь? А сколько точек за день успеваете проехать? Точки. Точки 3. Знаменитым уже стал двор на улице Славцова. Свежая застройка. Здесь 4 дождеприемника, а вот принимающая труба одна. И разом вместить весь поток и отнести его в коллектор не в состоянии. Она не резиновая. Площадь водосбора не вся была учтена. Может быть, где-то со временем она пришла в негонность из-за того, что раньше укладывались и железобетонные трубы, значит, укладывались и чугунные трубы, и укладывались и стальные трубы. То есть, ну, а в целом она как система, она работает. Микрорайоны растут быстрее сети водоотведения. Дотянуться до колодца у застройщиков иногда не получается. Ливневая канализация – это несложная и небольшие затратные. Единственный вопрос – куда сливать. Это проблема сегодня города Тюмени, ливневые канализации. Но в данный момент это решается. Спасением может стать общесплавная канализация. Ее проект должен быть сдан в третьем квартале текущего года. С учетом приема порядка 70 тысяч кубических метров ливневых вод в основную систему канализации и путем устройства накопительных резервуаров для того, чтобы та вода, которая в тех участках, где на сегодняшний день нет ливневой канализации, то смогла скапливаться и дальше потом транспортироваться на локальные очистные сооружения либо на сооружения очистной канализации. После утверждения новой схемы всплывет главный вопрос – где взять финансирование от его наличия и будет зависеть срок реализации проекта. Александр Сосновский, Александр Вележанин. Тюменское время. А пока не надо далеко убирать резиновые сапоги. По разным прогнозам дожди в Тюмени будут идти от трех до пяти дней. К другим темам. Тюменским промышленникам пора смотреть за пределы региона. Это сегодня подчеркнул губернатор в ходе рабочей поездки по предприятиям Тюменского района. Так, Багандинский кирпичный завод уже два месяца работает в новом формате. В рамках программы импортозамещения производит продукцию ручной формовки. До недавнего времени такой материал выпускали только за границей. На следующем объекте, который посетил Владимир Якушев, производят брусчатку. По его мнению, тюменские строительные материалы на складах не задержатся. Я думаю, что их продукция вполне будет востребована. И в этом направлении необходимо трудиться. Тем более, что мы эту ситуацию мониторим постоянно. Сейчас наступило лето. Период тоже активных покупок, скажем так, недвижимости. Рынок несколько оживился. И это падение даже стало меньше у нас по сравнению с итогами прошлого года. Я не думаю, что мы катастрофически упадем. Я уверен в том, что темпы развития нашей строительной отрасли у нас будут очень приличными. В поселке Багандинске широко представлены различные производства. И сейчас задача для бизнеса – реализовывать продукцию в соседних регионах и за границей. В первую очередь, в соседний Казахстан. Однако, далеко не все предприятия нуждаются в расширении географии продаж. С 1 июля в России под запретом бензин низкого качества. К нему относится все топливо, стандарт которого ниже Евро-5. Для некоторых производителей это стало проблемой. Но наш антипинский нефтепрерабатывающий завод как раз достраивает очередь, способную сразу выпускать качественное топливо и, как уверяют сами производители, по приемлемым ценам. Возможно ли это вообще, выяснял Владимир Поротников. Чем дешевле, тем лучше. Так водители чаще всего отвечают на вопрос, сколько должен стоить бензин. Сейчас его средняя стоимость в Тюмени составляет 34,60 рубля за литр 92-го и 37,60 за все тот же объем 95-го. Машина Артема хоть и не очень прихотлива, но в месяц съедает топливо не меньше, чем на 3 тысячи рублей. Цена-то завышена, но так приходится, без транспорта никак придется заправлять. Выше 40 пойдет, мне кажется, это уже пик. На велосипед сяду. Задуматься об альтернативных видах транспорта, похоже, скоро придется не только Артему. Только на прошлой неделе почти на 1% бензин подорожал в 57 субъектах России. Тюменской области в этом списке нет, но по прогнозам регионального топливного союза туда попадут все. Аргументов несколько. Во-первых, инфляция. Во-вторых, производителям надо как-то возмещать затраты на переоборудование заводов под выпуск бензина стандарта Евро-5. Все, что не отвечает этим экологическим требованиям, с этого месяца в нашей стране вне закона. Цену определяет рынок, потребность, поэтому конъюнктура, поэтому абсолютно ничего не изменилось. Наше предприятие достаточно молодое. Еще раз говорю, что наши все проекты так или иначе были запланированы под выпуск Евро-5. Но пока единственный на юге области нефтеперерабатывающий завод выпускает только дизельное топливо. Бензины для розничной торговли Антипинский НПЗ пока закупает сам. Опт, к слову, позволяет держать самые низкие цены в Тюмени. Такими же, по прогнозам, они останутся и после запуска установки по производству 92-го и 95-го бензинов. Он намечен на первый квартал 2017 года. Вот та самая площадка, где уже в следующем году Антипинский НПЗ начнет выпускать высокооктановые бензины экологического стандарта Евро-5. Сейчас идет монтаж основного оборудования. Строители пытаются уложиться в срок, а потому работают, несмотря на погоду. Удовольствие дорогое на строительство установки предприятие потратит более 15 миллиардов рублей. Но эффект должен покрыть все расходы. Только 95-го бензина Антипинский НПЗ планирует выпускать не меньше 480 тысяч тонн в год. Это больше потребности всей Тюменской области. Как следствие, рынок будет перенасыщен и производителям ничего не останется, как перевести конкуренцию в плоскость «Низкая цена». Владимир Поротников, Дмитрий Ларичев. Тюменское время. Сейчас настало время узнать, о чем сегодня писали региональные интернет-издания. В студии же находится моя коллега Анна Чеханадская. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Ну что ж, и вправду, время обзора СМИ. Прямо сейчас все подробности. А посему? Пожалуйста. Начнем с информации от Интерфакса. Тюменской области может грозить дефицит лекарств для ВИЧ-инфицированных. В этом году количество зараженных людей, состоящих на учете, увеличилось на 12%. При этом финансирование из федерального бюджета на покупку лекарств сократилось на 19%. Ежемесячная потребность в препаратах составляет 30 миллионов рублей. Пока медикаментов запасено до 15 декабря. К слову, со следующего года закупкой лекарств будет централизована. Заниматься Минздрав, как это было до 2013 года. В центре по борьбе со СПИД уже готовятся к переходному периоду. В областном центре предлагают запустить бесплатное наземное метро, сообщает в Слухру. Петицию, которая появилась в интернете, уже подписали более 10 тысяч человек. По задумке автора проекта из Санкт-Петербурга Рината Бачурина, наш город должен стать одним из звеньев сети частного метро в России. Если документ наберет 15 тысяч голосов, то обращение направят в правительство России на имя Дмитрия Медведева и его зама Аркадия Дворковича. Затраты на перевозку пассажиров покроют доходы от аренды коммерческих помещений на станциях. Бачурин уверен, строительство объекта обойдется минимум в 10 раз дешевле подземного метрополитена. В Тюмени появились вертолетные экскурсии. О новом сервисе, который запустила компания ЮТЕР, пишет РБК. Полеты из аэропорта Плеханово будут производиться на легких хеликоптерах вместимостью до 5 пассажиров. С высоты птичьего полета туристы смогут увидеть основные достопримечательности города. Набережные Туры, исторический центр Тюмени, жемчужина Сибири. Полеты планируются по двум маршрутам продолжительностью от 15 до 30 минут. Стоимость одной минуты путешествия обойдется в 1000 рублей. Ну, стоит отметить, что цены на тюменские полеты практически такие же, как в Москве и Санкт-Петербурге. Но, между тем, желающие посмотреть на областную столицу с высоты птичьего полета есть. Ну, а нам только остается порадоваться за этих желающих, что у них есть возможность посмотреть на тюмень с высоты. Мы тоже когда-нибудь посмотрим, Рома. Ну, непременно. Спасибо, Аня. Спасибо, Ром. А мы продолжаем. Тюмень полностью переходит на подземные источники водоснабжения. Откуда именно будет браться вода, сегодня показали журналистам в ходе пресс-тура в Нижнетавдинский район. 50 миллионов бюджетных рублей были потрачены на геологоразведку. И теперь в арсенале областного центра есть 4 огромных резервуара, которых хватит очень и очень надолго. Запас воды на подземных водоисточниках перекрывает вполне, как бы, ну, там, в разы перекрывает, собственно говоря, наши потребности. Поэтому это не выброшенные деньги, условно, с точки зрения дальнейшей перспективы развития. Даже если мы будем весить там миллион или полтора миллиона жителей в городе, нам все равно хватит той воды, той разведанной воды, которая есть сейчас на Нижнетавдинском месторождении. На реализацию проекта уйдет 12 миллиардов рублей и 10 лет работы. В Тюмени водоканале уверяют, эти деньги изначально заложены в тариф и повышать его не будут. В перспективе подземные источники водоснабжения выгоднее и для жителей, и для коммунальщиков. Сегодня мы, порядка, на 100 миллионов закупали хемориагенты, от которых мы в будущем планируем отказаться. Соответственно, сегодня доля хемориагентов для подготовки воды на Митилеве – это было 2 рубля на куб. Преимущество подземных источников в том, что они стабильны по составу, в отличие от воды в Туре, которую сегодня очищают и подают в 60% домов Тюмени. Однако многих пугает происхождение воды из глубины тавдинских руд. В месте, где найдены эти месторождения, на глубине 171 метр 49 лет назад был мирный ядерный взрыв. При этом, я думаю, понятно, что выбрасывать на ветер бюджетные миллиарды на заведомо вредный для здоровья или тем более опасный для жизни проект власти не намерены. Тем не менее, мы пообщались с главой регионального департамента недропользования и экологии. Гость программы – Жанна Злобина. Жанна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сначала с точки зрения недропользования. Насколько хватит воды жителям Тюмени вот в этих месторождениях, которые найдены в Нижне-Тавдинском районе? За 2014-2015 год мы провели достаточно большую работу. В отличие от 60-х годов, мы воду искали не только в Нижне-Тавдинском районе для обеспечения города Тюмени, но и искали в Тюменском. Там Долуговское, Боровское и Вензелинское, Тюменский район, мы поняли, что тех месторождений не хватит для обеспечения города. Запасы, ресурсы там достаточно малы. А вот Нижне-Тавда, которая 2014-2015 год нам показала, что ресурсы там значительные, причем они пополняются. И ресурсы подсчитаны на 25 лет, плюс их поднятие уровня грунтовых вод последние несколько лет, говорит нам о том, что нам на 40-50 лет хватит воды для города Тюмени и даже для Тюменского района. Вы немножко перейдили мой вопрос. Они пополняются еще, да, получается? Естественно, подземные воды точно так же, как и поверхностные воды, только что в зависимости от того, из-под земли или из поверхности, они пополняются. И это доказано. Математическая модель у нас выполнена, даже математическая модель, которая просчитывает, каким образом у нас пополняются наши подземные воды, подземные ресурсы. А с какой интенсивностью есть там выдержки или сейчас сложно вспомнить? Каждые 10-11 лет у нас такая цикличность. Каждые 10-11 лет. В каком объеме? В объеме, вы знаете, вот последние несколько лет у нас объем, грубо говоря, в 70% еще объем уровня грунтовых вод обновился за счет пополнения подземными водами. 70%? 70%? За цикл получается, да? Да, да. Нормально, нормально. Теперь с точки зрения экологии. Вот то, что волнует наверняка многих жителей Тюмени. На месте, где найдено месторождение, полвека назад был проведен ядерный взрыв на глубине 171 метр. Ну, все, что мы знаем, связано с вот этими делами. Это очень радиоактивно и вообще небезопасно. Вот тут как можно прокомментировать? Это действительно безопасно. Почему? Потому что ядерный взрыв был произведен в 67-м году, а мы пользуемся водой из Вележанского водозабора, который сейчас ближе даже, чем нами найдены, находится к данному месту. Я говорю о том, что это мирный взрыв, потому что таких взрывов по России было найдено в то время, проведено 124. То есть в любом случае этот взрыв проводили для чего? Для того, чтобы там, возможно, когда-то в какое-то время можно было сделать подземное какое-то хранилище для углеводородного сырья. Начиная с 71-го года на Вележанском водозаборе из подземных источников пробы проводились на радиационную активность и альфа- и бета-излучение не подтвердилось. Все показатели были в норме и даже намного ниже. Но несмотря на это, раз мы говорим о том, что мы увеличиваем водозабор, но ищем новые месторождения. Поэтому с 96-го года мы дополнительно еще проводили работы вместе с Росатомом. То есть это профильный институт, который проводил эти работы и который говорил о том, что, извините, это у вас не полигон ядерных отходов. Это всего лишь был мирный взрыв, где радиоактивные вещества совершенно другого состава и совершенно других характеристик. Поэтому с 96-го года 4 раза были проведены вообще обширные исследования, где были проведены более чем 61 проба за период почвы, подземной воды, растительности и животных, которые определяли именно влияние этого взрыва на всю окружающую среду. И плюс дополнительные исследования мы будем проводить, потому что там создан у нас уже на протяжении последних 5 лет полигон мониторинга Нижнеторгинский. Полигон – это не то, что отходы образуются, мониторинг. Это мы проводим там постоянные наблюдения по определенному графику за почвой, снегом, водой и воздухом. Именно на содержание всех химических загрязнителей. Все, что может повлиять на подземные источники. Да, да. Но теперь мы еще и включаем дополнительный радиационный контроль. Спасибо вам большое за исчерпучие интервью. Пожалуйста. Важное дополнение. Период распада самых долгоиграющих радиоактивных элементов завершится здесь через 12 лет. Как раз к моменту начала эксплуатации месторождений. Плюс глубину взрыва от источников отделяет 25-метровый слой глины. Ну, не говоря уже о том, что уже более 40 лет половина Тюмени пьет воду из Вележанского водозабора. Все живы. Новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступные на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. Варамашевском районе начали демонтировать водоразборные колонки. Также меняют чугунные водопроводные трубы на пластиковые. Работы ведутся в рамках подготовки к отопительному сезону. Всего на это в районе потратят более 16 миллионов рублей из местного бюджета. Вышими в этом году отремонтируют 76 многоквартирных домов. На эти цели выделено 65 миллионов рублей. Строители трудятся слаженно. На сегодня уже выполнено 60% плановых работ. В следующем году на капремонты планируется поставить уже 195 домов. В Пупоровском районе для привлечения туристов воссоздали старорусский двоеданский свадебный обряд. Его проводят в старинной усадьбе в Липехе. Построенный более 100 лет назад, реконструкцией обряда занялась местная творческая группа. В ее составе в основном школьники. В Тобольске обновляют скейт-парк. Он был построен в 2010 году. Инициатором ремонтных работ выступил Центр реализации молодежных и профилактических программ. Уже обновлено покрытие. Сейчас идут покрасочные работы. Планируют открыть площадку 22 июля. Тюмень выходит на татами. Международное соревнование по дзюдо серии «Большой шлем», которое уже несколько лет подряд проходит в столице области, серьезно всколыхнули интерес к этому виду спорта. В общей сложности японской борьбой занимается порядка 14,5 тысяч жителей региона. Среди них около 6 тысяч детей. А Тюменский Центр дзюдо является поставщиком спортсменов для национальных сборных. С будущими чемпионами и их наставниками познакомилась Лариса Соловьева. Ты начал сейчас делать, когда он тебя держал. А ты бы взял Борисовую руку и ставил туда, понимаешь? Эти ребята занимаются дзюдо несколько лет. Но для этого вида спорта это первые шаги официальные соревнования. Для них начнутся не раньше 12. Еще недавно и в секцию брали только с этого возраста. Теперь заниматься начинают с детского сада. Школа Олимпийц – одна из первых, где стали развивать дзюдо. Основатель Сергей Ефимов сам тренер и в 84-м решил создать свою школу. Я начал искать и здесь нашел вот в этом месте сгоревшую кочегарку в 84-м году. Ну, пришла идея, и мы с друзьями, то есть с товарищами, с кем вместе тренировались, решили из этой кочегарки переоборудовать спортивный зал. Теперь у Олимпийца 4 зала, 450 учеников. Есть уже целые династии. У Ильи Хабарова здесь учился борьбе дяди и 5 лет назад привел заниматься племянника. Все воспитанники традиционно ходят на гранд-шлем, чтобы увидеть своими глазами, к чему стремиться. Можно посмотреть, как люди борются. То есть, допустим, правила какие-то, например, для себя узнать. Можно, например, какие-то приемы увидеть, которые, например, ты не знал, тебе они понравились. То есть можно попробовать. Дзюдо пришло в Тюмень в 77-м году и сразу стало набирать поклонников. После строительства спортивного центра улучшилось качество подготовки, и дзюдо вышло на новый уровень. А в 2014-м Тюмень приняла первый раз престижнейшее рейтинговое соревнование – гранд-шлем. Популярность дзюдо стремительно растет. Федерация шутит, не успеваем закупать татами. Сегодня этим видом спорта в регионе занимается около 14,5 тысяч человек. Секции работают в 12 муниципалитетах. А если все существующие в Тюменской области татами сложить в одно, то площадь составит 6 тысяч квадратных метров. Николай Хохлов – ветеран тюменского дзюдо. На большом шлеме будут выступать сразу два его воспитанника. Не все же выезжают на большие соревнования где-то посмотреть. Конечно, это можно сейчас и посмотреть и в интернете, допустим. Но когда это видишь на его, это впечатлений гораздо больше. На этих соревнованиях выступит пять наших земляков. А тюменка Наталья Кузютина сейчас готовится представить страну на Олимпиаде. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. Ну и еще о спорте. Футболисты ФК Тюмень будут играть на новом поле. Об этом сообщили журналистам сегодня на пресс-конференции. Как выяснилось, старое не соответствовало требованиям. Работы по его замене продлятся до конца августа и обойдутся примерно в 15 миллионов рублей. Ну а пока несколько матчей тюменцы проведут в Челябинске, куда зовут и болельщиков. При этом доставку обещают взять на себя. Обсудили и новый закон, согласно которому теперь при входе на стадион болельщики обязаны предъявлять паспорт. Нарушителей правил поведения внесут в черный список. Однако руководство нашего клуба заверило, что тюменцы на матчах ведут себя спокойно. Мы сталкиваемся не только с беспорядками оскорбления команд, гостей, допустим. Но вот в Тюмени болельщик в этом плане образцовый. Здесь никогда никто не услышит, чтобы оскорбляли соперников. Какие-то там лозунги, выкрики, какие-то допускались выпады. Здесь болельщик очень болеет цивилизованно, именно на футбол приходит. Ну и на сегодня у нас все. Спокойной ночи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»